Всем привет, я Татьяна Цирульская, турналист. У меня есть маленькое бюро семейных ценностей, которое занимается, мне кажется, очень важным делом. Мы помогаем сохранить историю семьи. Сегодня мой гость Алла Войтенко, организатор пространства, под которым можно поднимать и маленькую комнату, где человек проводит большую часть своей жизни, и большой мир, который мы создаем вокруг себя. Книги, фильмы, общения, путешествия. Алла, добрый день. И скажите, как по-вашему эти пространства взаимосвязаны? Возможно, если в доме все по полочкам, то и в голове, и на душе тоже все становится на свои места. Так или нет? Для каждого порядок свой. Дело в том, что атмосфера в доме, она определяется прежде всего людьми. Иногда заходишь в дом, где абсолютно все идеально, все по полочкам, но ты не чувствуешь себя там, как дома. Вот ощущение такое, что ну что-то чужое, что-то тебе тут неуютно, ты не знаешь, где сесть, где стать. А в другом доме ты заходишь, вроде что-то кинуто, вроде где-то игрушка валяется, но ты пришел и ты вот весь окунулся в какую-то вот такую уютную домашнюю атмосферу, которую в принципе создают люди. Я не знаю, как так получилось, но где бы мы ни жили, в каких бы мы условиях ни жили, вокруг нас постоянно собирались какие-то компании. Сначала это были наши друзья, потом стали подрастать дети, уже появлялись друзья вместе с маленькими детьми. Потом дети выросли и уже появлялись друзья детей со своими компаниями. Причем до такой степени, что вопросов, куда идти после дискотеки в 2 часа ночи, пить кофе и чего-то поджобать, куда? Ну, конечно, квайтенком. Ну, хорошо. А когда, я так понимаю, что вот где бы вы ни жили, вы старались всюду наводить порядок свой, свой уют в вашем понимании. Как вы считаете, вот зависит ли то, как, допустим, какая скатерть лежит на столе, или какая подушка лежит на диване, или насколько аккуратно сложены там письменные принадлежности на рабочем столе, зависит ли состояние души и состояние ума? Скажем так, это очень зависит от самого человека. Для одного идеально вот абсолютно прям вот по струночке ровненько, для тех, особенно тех, кто визуалы, для них это очень важно. Вот прям идеальное сочетание цвета, формы, какие-то вещи, которые вот в идеале. Для некоторых это не столь важно, но все равно это аккуратненько, это чистенько, это нет. Нет. Самое главное в порядке – это то, что тебе ничего не мешает. Это основное. То есть тебя ничего не должно раздражать. Не цепляет глаз. Не цепляет глаз, не действует на нервы. То есть если тебе постоянно что-то мешает, значит, да, таки надо с этим что-то делать. Если тебя абсолютно все устраивает, и ты в этом чувствуешь себя очень хорошо, ну, кому-то это может не очень нравиться, кому-то нравится. Кому-то комфортнее в беспорядке, да, бывает. Да, да, кому-то комфортнее. Опять же, беспорядок – это взгляд со стороны, это очень субъективно. Потому что внешне кажущий беспорядок, но человек за три секунды находит в нем нужную ему вещь, это его порядок. А бывает так, что вот разложили по полочкам, и человек просто там теряется. Он в этом, во всем идеальном порядке, он вот растерялся и ничего не может найти. То есть это не его порядок. Я поняла. Ну, раз вы себя называете профессиональным организатором пространства, значит, мы, наверное, этому где-то учились. И тогда где учились, и почему выбрали такую необычную специальность? Ну, на самом деле, о существовании самой профессии я узнала всего несколько лет назад. По сути, проанализировав свою жизнь, я поняла, что я этим, в общем-то, всю жизнь занималась. Сначала на уровне хобби, потому что мы с мужем военнослужащие, нам постоянно приходилось переезжать с места на место. Причем это не так, как когда ты снимаешь квартиру или покупаешь квартиру, ты выбираешь, где ты будешь жить, в каких условиях, что тебе для этого нужно. А когда ты приезжаешь на какое-то место, и тебе говорят, так, вот это твоя комната, и тут ты будешь находиться. И что с этим делать, особенно в те времена, когда ничего невозможно было купить, то приспосабливались как могли. Ну, как приспосабливались? Мебель из ящиков, то есть, да. Ну, и все из подручных средств. Благодаря мы с мужем, в общем-то, люди с руками и с головой, поэтому очень много чего делали. Как вы сегодня применяете науку по организации пространства в вашем собственном доме? В собственном доме я сделала максимум того, чтобы мне было удобно, то есть, все какие-то стандартные шкафчики приспособила так, чтобы туда помещалось максимум, и мне было удобно все это достать. Из полуторной комнаты, которая была здесь, кстати, я живу в квартире съемной, это не наша квартира, причем эта квартира в Израиле у меня уже за 7 лет пятая. Вот, и мы все, у меня как бы принцип такой, я беру квартиру пустую, стараюсь ее брать пустую, без мебели и вообще практически без ремонта. То есть, все, что в этой квартире, я подгоняю квартиру под себя, мне так удобно. То есть, минимум хозяйского всего, а то, что там остается хозяйское, оно просто подгоняется под мои требования, если я вам скажу, что у меня в этой квартире стоит салона нормальная 2 на 2. Вот, можете себе представить, кайф я себе создать могу. Вы не ответили на вопрос, где вы учились в организации? После, кроме жизненного опыта, 2 года назад, когда я нашла все-таки эту специальность, и что нигде практически на просторах СНГ этому не учатся, я нашла американский колледж. И получила сертификат оттуда. То есть, это было дистанционно? Да, дистанционно я закончила курсы, у меня есть международный сертификат, имею право быть членом ассоциации организаторов международного уровня. И это было обучение долгим и серьезным? Обучение достаточно серьезное, не очень долгое, потому что они не учат частностям, но основы, основы, да, потому что частностям научить здесь очень сложно. В организации пространства очень много различных специализаций, кто-то специализируется на переездах, кто-то на пожилых людях, кто-то на документах. Кто-то на офисах. То есть, в Америке, в Канаде это очень распространенная специальность, в отличие от бывших стран СНГ, в которых понимают организатора пространства довольно-таки русско. То есть, девочка, которая приходит раскладывать по полочкам. Так вот, я все время пытаюсь развеять этот миф, что это не совсем так. Так, кроме того, считаю, что раскладывать по полочкам кому-то не есть лучший вариант. Почему? Потому что, когда я приду и разложу кому-то, это будет мой порядок. Я разложу так, как я это пойму. Потом вам будут звонить и спрашивать, Ава. Даже не в этом дело. Я просто проводила такое мини-исследование, спрашивала людей, которые пользовались такого рода услугами. Самое дольшее, у кого продержался тот порядок, который ему навели, было где-то около года. Моя задача в основном научить и помочь составить именно собственную систему. Да, вот собственную систему, которая не превращает жизнь, неделю жизнь на будние и субботники, когда нужно просто браться и убивать целые сутки на то, чтобы... Ни в коем случае. Ни в коем случае. Потому что по натуре я, в общем-то, сама не любитель наводить порядок. То есть я не могу про себя сказать, что я там перфекционистка, которая вот прям все любит, совершенно раскладывая по походочкам. Я как раз пришла к этой специальности именно, скажем так, с противоположной стороны. Потому что мне всегда хотелось это сделать быстро. Я начала придумывать всякие способы, как это сделать быстро, безболезненно, чтобы с ней заняться своим каким-то другим любимым делом. На самом деле здесь очень много вещей, которые сделаны моими руками моего мужа, допустим. Я шью чехлы на мебель. Вот за мной чехлы, это те, которые я сама пошила на диваны. Декоративные подушки, всякие подушки, игрушки, всевозможные форм, цвета. То есть их можно заказать, купить как подарки. Можно дополнить любой дизайнерский проект. Я очень часто работаю с дизайнерами, которые просят выполнить им какие-то индивидуальные вещи. Муж в последнее время увлекся плетением из бумаги, тоже сделает всякие интересные интерьерные штуки, органайзеры. Также плетение из бумаги. При слове плетения возникает сразу ассоциация. Сразу лоза, да. С бисером, с лозой, да. Но уж никак не с бумагой. Да, у него получаются очень неплохие вещи. Сейчас, правда, из готового ничего нету показать, потому что в основном все расползло. Понятно. То есть есть спрос на вот эти бумажные, ажурные. Да, он, в принципе, занимается этим как хобби по вечерам иногда, но даже умудрился в прошлом году провести мастер-класс. Мастер-класс по плетению из бумаги. А что, кстати, что можно плетить из бумаги? Все, что угодно. Начиная от каких-то элементарных стаканчиков, органайзеров до больших предметов мебели. Обычная бумага? Да, обычная бумага. Иногда это крафт-бумага, чтобы меньше красить. Иногда это обычная газетная. А как расшифровывается название вашего бренда? Валан Хаус. Собственно говоря, Валан Хаус уже появилась чуть-чуть позже, потому что, в принципе, добавку мы уже стали использовать как общую. А Валан – это, собственно говоря, наша фамилия и наши имена. То есть первая буква – это фамилия Алла и Николай. То есть это у нас… Все очень просто. Да, очень просто на самом деле. Все просто, но загадочно. Звучит загадочно. Да, и так же зовут нашего вот талисманчика, апельсинчика, который там на диване сидит. А, пока вот, который мне улыбается уже с начала нашего эфира. А покажите его поближе, пожалуйста. Апельсин в кедах. Замечательно. Да, в кедах. Причем все это снимается. То есть его можно… У него есть свои тапочки, у него есть свой диван. Понятно. То есть он чувствует себя как дома в вашем доме. Да, у него в мастерской есть своя комната, где он живет. Скажите, почему апельсин? Почему вдруг апельсин? Вот у меня проект лимонада, у вас талисман апельсин. Ну, во-первых, какая-то часть, наверное, израильская. Потому что он появился именно здесь. Израиль – страна апельсина. Апельсин, да. Во-вторых, это такой фрукт, который, во-первых, сочный, во-первых, бодрый, позитивный. Плюс масса пользы, витамины. Я умею делать ремонт, я умею менять колеса на машине, да. И гвоздь забить, и… И гвоздь забить, да. Ну, мне это просто приходилось, пришлось научиться еще тогда, когда служили, потому что по полтора-два-три месяца муж бывал в командировках, и я сидела с двумя маленькими детьми, мне ничего не оставалось, как, если мне что-то надо было, мне приходилось брать молоток, гвозди, и что-то забить, что-то поресить, что-то открутить, прикрутить. Ну, это еще и… И так далее. Это еще и характер, потому что другая женщина пойдет к соседу и будет просить его это сделать. Может быть, да. У меня просто родители очень ждали мальчика, девочка, да. И вы уже не стали очень обманывать их ожидания и решили… Ну, возможно, да. …мальчиковые качества в себе воспитывать. А кто ваши клиенты? В принципе, самые разные люди, но основная масса тех, кто приходят ко мне, это люди на… в момент каких-то изменений, чаще всего. Это могут быть либо работающие, у кого выросли дети, и вдруг человеку захотелось заняться каким-то любимым хобби, ему нужно место в этом хобби, что-то пересмотреть, переделать. Это может быть человек, который, наоборот, вот должны появиться дети, и нужно как-то вот в этом пространстве, которое есть, найти место, чтобы как-то распихать все вещи и выделить место для ребенка. То есть совершенно разные такие случаи. В последнее время очень много обращений в связи с ситуацией такой, что очень много вынуждено уходят работать онлайн, то очень многие люди, которые ушли во фриланс, которые вынуждены работать онлайн, обращаются с просьбой обустроить рабочее место. Я для себя нашла такое название, что я ваш личный проводник от беспорядка и комфорта. Вот так вы свой статус определили? Да, вот так вот я определила свой статус, потому что я в основном беру за руку, и вот мы вместе идем и рассматриваем варианты по пути, и выстраиваем эту дорогу, выстраиваем. Вы с клиентом бываете в магазинах, где можно находить всякие... Да, бываю. Иногда, да. Иногда бываю. Иногда, вот не так давно с клиенткой, которая купила себе дом, мы с ней составляли техзадания для шкафов. То есть она хочет себе... Ей нужно было заказать систему хранения, то есть одну большую для гардеробной, там несколько маленьких таких шкафчиков. И вот мы с ней сидели, разрабатывали, какие удобны там полки, какие удобны ящики, не ящики, вешалки. То есть мы обсуждали вот это все, потом она получила на руки распечатанную такую схемку с размерами. И вот с этой вот маленькой распечаткой, с техзаданием, она пошла по исполнителям. На шкафах купе из двух крупных производителей, благодаря вот техзаданию, мы сэкономили порядка трех тысяч. Вот это очень важно. Да, и я думаю... Это только потому, что даже элементарно, когда человек приходит с четким пониманием, что ему нужно, на него очень сложно как бы надавить. Потому что производители, даже там есть шикарные консультанты, но они все заинтересованы продать, чем больше и тем дороже. А вы счастливый человек, у вас две внучки и два внука. Вмечательно. Действительно, да, огромное счастье. Но когда они приходят к вам в гости, теория о наведении порядка на практике, наверное, терпит как? Они ведь еще маленькие. Скажем так, пока они могут... Когда они приходят в гости, естественно, и могут вести себя так, как они хотят. То есть я детей ни в чем не ограничиваю нигде. И да, они вытаскивают тут, потому что у меня же нет детской комнаты, нет игровой. Поэтому им позволено играть в салоне, если они захотят. Но у них есть в одной из комнат специально выделенный такой ящик-сундук, где вот их игрушки, игры там отдельно охранятся. Они прекрасно знают, что все, что им нужно, находится вот там вот в этом большом сундуке. И если им надо что-то, они идут туда, достают, поиграли, потом назад туда все это поскладывали и ушли. Вот это очень важный, ключевой момент. Сложили и унесли. Да. То есть в этом плане, да. То есть они знают, что уходят, да, они бабушке все назад туда положили. Вы часто собираетесь за семейным столом? Ваши... Ну, в принципе, стараемся. Что делает, придает застолье атмосферу? Прежде всего общение. То есть у нас принято гаджеты в сторону, разговаривая. То есть у вас такой порядок. Зашли гаджеты в отдельную коробочку? Да, да. Коробочку. Сдали и уходя забрали. Стараемся общаться. Очень мудро. Очень мудро. Алла, я желаю вам почаще собираться с семьей, чтобы всегда можно было обмениваться новостями, чтобы новости были только хорошие. Наше бюро семейных ценностей очень радуется за своих героев, когда им есть много чего рассказать о своей семье, когда хочется делиться. Значит, есть успехи, есть хорошие новости. Я вам желаю порядка в доме, в душе, в стране. И пусть ваши такие творческие фантазии, мне кажется, вы человек очень творческий, пусть они всегда воплощаются и, главное, находят людей, которым это нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!